Суровый, молчаливый, непреклонный и мощный, хотел сказать Боб, но нет. Устрашающе мощный, на экране он буквально разрывал своих соперников, заработав репутацию жестокого злодея. А какой он в реальной жизни? Это видео о Боле Йене, китайском бодибилдере, мастере боевых искусств, актере и режиссере. Как он эксплуатировал Брюса Ли, почему боялся Ван Дамма и сколько килограмм мог поднять? Ответы на эти вопросы вы узнаете прямо сейчас. Боле Йен, куда пропал зверь с востока и друг Брюса Ли? Ян Сы родился 3 июля 1946 года в районе Мэйсьянь в китайской провинции Гуандун и стал единственным ребенком в семье местного предпринимателя и домохозяйки. В возрасте 10 лет Ян начал заниматься боевыми искусствами в городе Гуанчжоу, где тренировался у нескольких мастеров кунг-фу. Мальчик успешно овладел разносторонними навыками, среди которых были удары ногами и руками, а также техника блокирования. Также Сы посвятил некоторое время изучению каратэ, а впоследствии даже появился на обложках нескольких журналов об этом виде единоборств. Однако известность Ян получил как универсальный мастер восточных единоборств, отлично владеющий также тхэквондо венчун и тай-чи, а последний из них по сей день является его любимым. Повзрослев, он также увлекся тяжелой атлетикой и бодибилдингом, и даже стал чемпионом материкового Китая по пауэрлифтингу, а его лучший результат по становой тяге превысил 300 килограммов. Однако в коммунистическом Китае становилось все меньше возможностей для развития талантов нашего героя. В итоге в середине 60-х Ян решил перебраться в Гонконг. Но сделать это оказалось непросто. Ему пришлось преодолеть 4 километра вплавь через Шэньчжэнский залив. Парню очень повезло не только остаться в живых, но и избежать поимки и отправки на родину. В Гонконге молодой атлет стал тренером, основав школу культуризма, а уже в 70-м году выиграл чемпионат по бодибилдингу «Мистер Гонконг». К слову, это звание ему удавалось удерживать на протяжении 10 лет. Тем временем его заметили представители студии «Братьев Шоу» крупнейшей и самой известной гонконгской кинокомпании, и пригласили его сняться в кино. Дебютными работами Яна стали боевики 70-го года «Удивительный фехтовальщик» и «Это были герои», где он исполнил небольшие роли грозных бойцов. В течение следующих нескольких лет он продолжал активно сниматься в картинах о боевых искусствах, среди которых был драматический боевик «Пять пальцев смерти», ставший первым азиатским фильмом о единоборствах, выпущенном в США, а также батально-историческая драма «14 амазонок». В 1973-м Ян Сы прекратил сотрудничество со студией «Братьев Шоу» и снялся в картине «Геркулес Востока», где среди массовки можно было заметить юного Джеки Чана, который также выступил постановщиком боевых сцен. К слову, благодаря этой ленте актер стал китайским «Геркулесом». Это прозвище за ним закрепилось так же прочно, как и «The Beast from the East» – «Зверь с Востока». А за пару лет до этого, во время съемок рекламы сигарет Уинстон, Ян познакомился с Брюсом Ли. Между ними быстро зародились дружеские отношения. И в 1972 году Брюс пригласил Яна принять участие в работе над фильмом совместного производства США и Гонконга «Выход дракона», премьера которого состоялась летом 73-го. К слову, в аннотации к картине нашего героя ошибочно назвали чемпионом по сито-кан карате, хотя на самом деле он никогда не занимался этим видом единоборств. Картина имела оглушительный успех, собрала в мировом прокате 400 миллионов долларов при бюджете всего в 850 тысяч, а также стал одним из самых влиятельных фильмов о боевых искусствах и способствовала росту интереса к восточным единоборствам. Роль Бола, жестокого помощника главного антагониста, в честь которого Ян Сы и взял псевдоним Бола Йен, принесла ему международную известность и дала толчок к развитию его карьеры. Герой Бола появляется в одной из самых запоминающихся сцен фильма, где по приказу господина Хана голыми руками расправляется с четырьмя охранниками. К слову, Йен и Ли очень тесно работали над техникой боев, экспериментировали и решали, какие приемы сработают, а какие нет. А позднее в одном из интервью Бола признался, что для него было большой честью называть неповторимого Брюса Ли своим другом. В тот раз Йен так и не вступил в схватку с Ли на экране, и друзья-коллеги пообещали порадовать поклонников ярким боем в следующем совместном фильме. Однако этим планам не суждено было осуществиться из-за внезапной смерти Брюса за несколько дней до премьеры выхода «Дракона». По той же причине померкли профессиональные перспективы Бола, поскольку его запланированный переезд в Америку так и не состоялся. Он продолжил сниматься в местных малобюджетных картинах, а обустроиться в США ему удалось лишь спустя много лет. В 1973 году с участием Йена вышло еще несколько фильмов, среди которых «Боевики. Величайший тайский боксер», «Парень-супер-кунг-фуист», «Призыв к оружию» и другие. Актер никогда не афишировал свою личную жизнь, и о его супруге общественность ничего не знает. Однако известно, что в июле 1974 в его семье родился первый сын, получивший имя Дэвид Йен. Под руководством отца в возрасте 3 лет мальчик начал заниматься боевыми искусствами. В 12 лет увлекся бодибилдингом, а уже в 1998-м одержал победу в конкурсе «Мистер Калифорния». Также он пробовал себя в актерстве, а сейчас ведет тренерскую деятельность. Позже у Бола появилась дочь Дебра, которая пошла по стопам отца и брата и занялась бодибилдингом. А затем сын Дэнни, также посвятивший свою жизнь спорту. Затем Йен появился во второстепенных отрицательных ролях во множестве фильмов о боевых искусствах. Так, например, в 70-х его можно было заметить в лентах «Молодые драконы», «Все мужчины-братья», «Супермен из Гонконга» и «Выкуп за королеву». К слову, в те годы Бола часто появлялся и в так называемых «Брюсплотейшн» фильмах – боевиках, которые после смерти Брюса Ли эксплуатировали его имя и образ. Среди подобных работ были «Смертельные пальцы Брюса», «Душа Брюса Ли», «Брюс-супергерой», две части «Брюс и кунг-фу монастыря Шаолинь» и многие другие. Играя в подобных лентах, Болл оттачивал свой фирменный стиль, которым он бесстрастно калечил своих врагов, даже не глядя им в глаза. А в 78-м состоялась премьера боевика «Игра смерти», работу над которым еще в 73-м прервала смерть Ли. Производство картины все же сумели завершить при помощи дублеров, и она получила значительный успех у поклонников жанра. В 79-м на экраны вышла тайваньская лента «Дракон-герой», где наш герой появился в качестве приглашенной звезды. А также приключенческий боевик «Кулаки, удары ногами и зло» – последний стал одним из самых любимых фильмов Бола того периода. Помимо актерской работы, Йен также попробовал себя в качестве режиссера, сняв боевики «Шериф Бола» и «Почерк кунг-фу», вышедшие в 77-м и 79-м годах соответственно. В 80-м году Бола снялся с Джеки Чаном в китайском боевике «Бесстрашный мастер» и в тайваньско-гонконгском боевике «Мастера-убийцы», а в 82-м он сыграл главу японской карательной группы в ленте «Китайский Голиаф». Кроме того, в начале 80-х годов состоялись премьеры таких экшн-картин, как «Ниндзя наносит ответный удар», «36 смертельных стилей» и «Проклятие боксера». В 85-м году наш герой предстал в образе обманутого миллионера в успешном комедийном боевике «Самма Хуна» «Мои счастливые звезды» с Джеки Чаном и Хуном в главных ролях. И какое лечение ты ей назначил? Какое? Особое лечение. Имел удовольствие. И ты был бы не прочь повторить это удовольствие? Конечно. Это очень глупо с твоей стороны. Почему? Потому что она моя жена. В 86-м году Бола снялся в небольшой роли ткача в еще одном проекте «Самма Хуна» в комедийном вестерн-боевике «Экспресс-миллионеров» и сыграл рэкетира в криминальном боевике с Брэндоном Ли «Подставленный». Интересно, что Йен также выступил тренером парня, из которого всего за несколько недель нужно было сделать серьезного бойца. Однако эта задача оказалась очень непростой, поскольку сын Брюса Ли постоянно нарушал режим и опаздывал на тренировки. В том же году актера можно было заметить в менее известных лентах. «Безумная миссия счастливых звезд» и «Где офицер Туба?» А в 87-м в триллере «Ноктюрно-убийцы» и комедийной мелодраме «Ты моя судьба». Однако главный успех пришел к Болу Йену с ролью Чона Ли, сильного и жестокого противника героя Жан-Клода Ван Дамма в американском спортивном боевике «Кровавый спорт», вышедшем на экраны в 88-м году. Картина имела значительный коммерческий успех, однако была разгромлена критиками. Любопытно, что с годами лента приобрела культовый статус, а новое поколение кинокритиков оценило ее гораздо выше предшественников. К слову, многие поклонники жанра утверждали, что главной звездой фильма стал именно Бола, а не Ван Дамм. Удивительно, но Жан-Клод еще в подростковом возрасте очень впечатлился техникой и телосложением грозного китайского мастера. Вряд ли он предполагал, что ему удастся поработать со своим кумиром. Более того, он нанес ему во время съемок серьезные травмы, такие как перелом ребер и сотрясение мозга. В 89-м Йен сыграл крутого представителя вьетнамской школы единоборств Чана Ли в гонконгском приключенческом боевике «Кровавая битва», вдохновленном предыдущим хитом бойца. В 91-м Бола вернулся в американское кино и вновь снялся в роли негодяя в драматическом боевике «Огнедышащий». Также ему поступило новое предложение от Ван Дамма поработать над криминальным боевиком «Двойной удар» за гонорар в размере 25 тысяч долларов. Поначалу Бола отказался от съемок, поскольку не хотел получить новые травмы от коллеги. Но позже передумал и все же сыграл беспощадного убийцу Муна. К счастью, сотрудничество Бола и Жан-Клода оказалось благополучным. Однако лента показала достаточно скромные результаты в прокате и ожидаемо не впечатлила критиков. В том же 91-м году на экраны вышли ленты «Бесстрашный тигр», в которой Йен предстал в необычном для себя амплуа, впервые сыграв положительную роль. И «Коготь тигра», где поработал Синтий Ротрак. В 92-м году нашего героя можно было увидеть в драматическом боевике «Железное сердце», а также в картине «Сильнейший удар. Бой до смерти», отличающийся крайне жестокими и нереалистичными сценами убийств. В ней Бола исполнил роль мастера Шинга, тренера двух молодых бойцов, участвующих в боях без правил. Почему такое мрачное лицо? Моих учеников соблазнили участвовать в джунгах. У них был выбор. Это снимает с тебя ответственность. Но я с себя ответственность не снимаю. В 93-м Йен вновь предстал в образе хорошего парня в фантастическом боевике «Полицейский 2000-го года», сыграв мастера Сумая, который пытается спасти мир от ядерной катастрофы. Что это было, Сумай? ТС-2000Х. В 96-м году Бола вернулся к роли Шинга в боевике «Сильнейший удар 2», где его герой борется с группировкой кровожадных бандитов, занимающихся организацией подпольных боев. Кроме того, Бола снялся в еще одном сиквеле – боевике о безжалостном убийце «Коготь Тигра 2», а затем оставил кинокарьеру. Если бы ты был так добр, что согласился бы сопроводить этих господ, наверняка мы скоро бы выяснили, в форме ты или нет. Посмотрим. Однако через 10 лет Йен все же решил порадовать своих поклонников, появившись в роли тренера главного героя в боевике совместного производства США и Казахстана «Ближний бой». Классный бой, меня зовут Тиммерлан, я из Жамбула. Эрик. А где вы тренируетесь? Дома. Если хотите, приходите в мой клуб. Фильм был представлен на закрытых кинофестивалях в 2007 году, однако не нашел дистрибьютора. В результате лента не вышла в прокат ни в одной стране мира и стала доступна зрителям в сети спустя несколько лет. Тем временем Боло продолжал занимать место председателя Гонконгской ассоциации тренажерных залов и главного менеджера Тайбэйской международной ассоциации бодибилдинга. В 2010-м Йен вновь посотрудничал с казахстанскими кинопроизводителями и снялся в приключенческом боевике «Весь мир у наших ног», который вышел в мировой прокат в 2015 году и в США был представлен под названием «Бриллиантовый картель». Кроме того, в 2011-м Боло принял участие в съемках документального проекта «Жан-Клод Ван Дамм за закрытыми дверями». Тогда же сын Ван Дамма решил порадовать отца и пригласил Йена на ужин в ресторан. Коллеги обрадовались неожиданной встрече и долго вспоминали о непростой работе над кровавым спортом и двойным ударом. Затем наш герой вновь решил покинуть шоу-бизнес. Однако известно, что вскоре Боло Йен вернется на экраны в приключенческой экшен-драме «Аферес», снятой кинематографистами из Турции, США и Германии. Дата выхода картины на данный момент неизвестна. За продолжительную и плодотворную карьеру Боло сумел скопить состояние в размере полутора миллионов, которое позволило ему владеть великолепным особняком в городе Монтерей-парк в Калифорнии, куда он переехал в 2018 году. В стильном и светлом доме есть кухня, просторная столовая с роскошной люстрой, гостиная с камином, а также четыре спальни. А на ухоженной зеленой территории особняка расположены небольшой фонтан, уютная беседка и гараж на несколько автомобилей. К слову, общественность известна лишь одна машина Бола – кабриолет Ауди А3, стоимость которого составляет 49 тысяч долларов. Интересно, что Йен всегда очень спокойно относился к тому, что играл плохих парней, которых часто побеждали или убивали другие герои. Он понимал, что его образ лучше всего подходит для подобных ролей. Более того, именно они принесли ему мировую известность. Йен известен своей фирменной позой, в которой он, напрягая все мышцы, демонстрирует свое устрашающее телосложение и невероятную силу, которые до сих пор поражают публику. А внушительная внешность Бола, несмотря на его невысокий рост в 170 сантиметров, послужила прототипом персонажа Сагата из популярной серии игр Street Fighter. Благодаря тай-чи, своему любимому виду боевого искусства, наш герой даже сейчас, в возрасте 77 лет, поддерживает отличную физическую форму, сохраняя гибкость и силу тела. Он регулярно тренируется по 2 часа в день, а также не курит и не употребляет спиртные напитки. В жизни скромный, сдержанный и воспитанный Йен совсем не похож на своих жестоких героев. Однако ему успешно удавалось создавать по-настоящему пугающие образы. А в отличие от большинства своих коллег, он предпочитал не столько демонстрировать идеальную технику, сколько заставлять зрителей почувствовать настоящий дух боевых искусств. В результате актер сумел сделать так, чтобы зритель сопереживал даже самому кровожадному злодею в его исполнении. А в каком фильме Бола Йен вам запомнился больше всего? Субтитры создавал DimaTorzok